На поле прокручивал в голове фрагменты предыдущих встреч и, наверное, далёк сейчас от состояния психологического равновесия. Парфёнов с мячом обрезает атаку, которая могла бы получиться, но вот с грубой ошибки начинает Спартак Локвинс, удар поворотом и счёт открыт! Вот это да! Вы знаете, по-чешски слово «внимание» — это позор, и то, что мы сейчас видим, это тоже позор. Парфёнов разводит руками в стороны, но как же можно начинать игру настолько, я не знаю, какие слова тут употреблять. Это не техническая ошибка, это элементарное разделчайство. Это то, почему Спартак вылетел из Лиги Чемпионов раньше времени. Игра Спартака никоим образом не претерпела изменений. Ещё один опаснейший момент, и что будет? Удар поворотом и счёт 2-0. К большому сожалению, игра Спартака не претерпела никаких изменений. Томаш Расситский! Ну что, позор или не позор? Провалы в обороне, которые недопустимы для клуба даже уровня Кубка Интертото. Я не говорю о Лиге Чемпионов. Евгений Бушманов. Почти все мечи в Лиге Чемпионов забиты из его зоны. Вы знаете, перед матчем Олег Романцев давал интервью, естественно, журналистам. И вот на вопрос корреспондента Спортэкспресса, какие вы... ...направления своего полёта. Так Валерий Карпин забил гол ворота сборной Украины. Именно потому, что стенка рассыпалась. И ни почему другому. Никакого высокого исполнительского мастерства тут не требуется. Надо просто сильно и плотно ударить по воротам. Вот то, что делает сейчас Виктор Булатов. И мяч в сетке. И счёт становится 2-1. И уже немножко теплее становится, наверное, у ваших телеэкранов. И начинается какое-то подобие веселья в нашем российском секторе трибуны стадиона Летно. Веселье начинается ещё и с помощью очередного метания ракет. Робсона-Булатов. С точки зрения содержания, наверное, равная игра идёт. Но опасных моментов у ворот Филимонова было уже довольно много. А вот у Паштулки... Ну, 2-3, наверное. Вот ещё один ошибается вратарь чешской команды. И Артём безродный счёт сравнивает. Ну что, там весь запас? Пиротехники использован уже или нет? Грубая ошибка Галкипера. И счёт становится 2-2. Четвёртый гол Артёма Безродного. В нынешней Лиге Чемпионов. Четвёртый гол в шести матчах. Соперника Лабант опять идёт к мячу. Все стандартные положения он выполняет. И тему болельщиков Спартака я продолжу после того, как будет разыграно это стандартное положение. Опять будет подача. Пробить отсюда довольно сложно. Подаёт Лабант. Удар поворотом. 3-2 в пользу Спартака. Опять провал в начале тайма. Ну что же это такое? Неужели надо, вот типично по-русски, себе всё испортить, чтобы потом с колен поднимаясь, вызывать к себе жалости какие-то, комплименты? Ну почему же нельзя нанести первым ударом? 3-2. 27-й номер. Защитник Милан Фукоу. Это будет Евсеев. 100%. Ну а состав вы сами видите, Евсеев в запасе. Я правда не думаю, что тактические игры какие-то тут уместны в этой встрече. Лабант. Мощный удар поворотом. И от чьей-то головы мяч уходит за пределы поля. Головы или руки? Красная карточка Андрею Тихонову. Но давайте ждать повтор. Я не хочу брать на себя ответственность и что-либо утверждать. Лабант. Мощный удар. Ну. Совершенно верно. Прав Мишель Перо. И не важно, куда летел мяч. То есть, вернее, не важно умышленно или неумышленно делал это Тихонов. Важно, куда летел мяч. Как раз наоборот. Простите, я оговорился, конечно. Мяч летел в створ ворот. Еще раз. Для тех, кто не видел. Рука. Рука. А не короткая стрижка. Сколько удалений у Спартака. Это же надо так уметь играть в такой группе, будучи играющей командой, не грубой, не жесткой, не разболтанной с точки зрения дисциплины. Нет. Нельзя этого сказать за Спартаке. И столько красных карточек. И нет им оправдания. Каждую по отдельности, наверное, можно. А все вместе даже не хочется. Ну что, Лабанд. Лабанд, наверное, забьет опять сейчас в фенальте. А стадион свистит, потому что Тихонов демонстративно медленно уходит с поля. А Мишель Перро не дает сигнала к пробитию 11-метрового до тех пор, пока Тихонов не исчезнет под трибунами. По правилам удаленный игрок не может оставаться на стадионе. Он должен... Не может оставаться около поля. Он должен уйти в раздевалку. Итак, Владимир Лабанд против Александра Филимонова. Да. Удар. И мяч воротов. 4-2. Как бы ни обрушился сейчас тут под нами этот балкон. 4-2. Это для тех, наверное, для тех, кто по-прежнему считал вылет случайным. Возможно и для нас, журналистов. Возможно, опять мы с вами узнаем, что по игре мы были лучшими в этой линии чемпионов. Может быть. Может быть все выходят выигрывать, а мы выходим играть. И играем. Очередной штрафной подача. Удар Локвенса. 5-2. Да. Вы знаете, это уже... Это уже не шутки. Прыгает от радости Иван Гашек. А показали бы сейчас скамейку Спартака. Вратислав Локвенс. Третий гол в пяти матчах. И третий гол в ворота москвичей. Да, но я вам скажу, что Спарта, между прочим, это... Ну, судя по тому, что мы видели в этом турнире...